Привет всем, меня зовут Георгий Шигельдян, и я вместе со своими коллегами занимаюсь стеклом. Ну, на самом деле, стеклом занимаются не только мы, а великие умы мира, человечества, которые не просто занимались стеклом, а делали это в стихах. Один из самых известных, знаменитых русских ученых, Михаил Васильевич Ломоносов, он не просто, значит, великий и классный, а он написал целую поэму, оду, которая так и называется, письмо о пользе стекла. И он был, по сути, первым ученым, который понял, насколько необычен и великапен этот материал, и он заложил некие основы химических, физических действительно экспериментов с стеклом. Ну, на самом деле, наверное, страны вам кажется странным, почему приходит человек и начинает рассказывать о стекле, о стекле показывает Ломоносова и что-то там пытается что-то делать. Ну, как вы думаете, Ломоносову нечего заняться было? Четыре тысячи опытов он провел со стеклом. Ну, наверное, было чем. Раз, наверное, он этим занимался, наверное, не все просто так просто. И вопрос, который его занимал, на самом деле, был довольно тривиальный. Как сделать красиво? Все мы любим, чтобы было красиво. Он занимался тем, что он хотел найти составы, подобрать режимы, чтобы делать всякие красивые окрашенные стеклышки, чтобы мужчинам нравилось, женщинам нравилось. Ну, и все были довольны. Но все не так просто, потому что тогда он еще понял, и сейчас мы, конечно, не такие классные, как Ломоносов, но мы стараемся приблизиться к нему в этом направлении. И мы работаем над тем, чтобы понимать и управлять свойствами материала. Для этого нужно понять, что такое стекло. Ну, как вы думаете, что это такое? Есть какие-нибудь варианты? Так, песок. У нас большая аудитория, ну что, больше никто, больше нет вариантов, что ли? А вы что думаете? Ну, ладно, песок, хорошо. Действительно, песок — это неотъемлемая часть стекла, но все-таки, в первую очередь, это твердый материал, это твердое тело. У нас, по сути, есть не так много вариантов. У нас есть жидкости, у нас есть газы, у нас есть твердые материалы, твердые тела. Так вот, большинство твердых тел, которые нас окружают, они по своей структуре кристаллические. То есть они состоят из, по сути, неких ячеек или структурных единиц, которые в бесконечной длине, площади, объеме, соединены между собой и представляют такую идеальную структуру. Вот здесь вы видите пример. Это оксид кремния. Оксид кремния — это очень привычная с детства нам вещь. Если вы были на пляже, на речке или хотя бы в песочнице, а уж там, я думаю, точно были, какое бы детство ни было, то вы с оксидом кремнием встречались — это песок. Но в то же время оксид кремния может быть вот таким вот, на самом деле, прозрачным материалом, и он может быть стеклом. Это все будет химически одинаковый материал — СО2. Разница в том, что он может быть кристаллическим, как большинство вообще в принципе материалов, и аморфным, то бишь стеклом. На этой картинке показано, по сути, чем они отличаются и подписаны. Все кристаллы, как я сказал, имеют не только ближний порядок, то есть вот структурную единицу, которая повторяется, но также, сейчас мы это увидим, но также они имеют порядок дальний, то есть они соединены между собой и образуют непрерывную сетку, не сетку, а непрерывную такую вот кристаллическую, по сути, решетку. То, что мы с детства помним, еще со школы нам показывают кристаллическую решетку, например, соль, натрий-хлор. Однако, если любой такой кристаллический, кристаллическую решетку, кристаллический материал нагреть, повысить температуру его, что с ним произойдет? Если мы что-то нагреваем кристаллическое, что с ним будет? Расплавится, превратится в жидкость, превратится в расплав. Начнется хаос. И вот если этот расплав внезапно резко охладить, остудить, сделать с ним что-то такое, как будто бы если накричать, знаете, вот сидит класс с детьми, ройными, как вы сейчас, да, с тройными рядами, вы тут, по сути, идеальный кристалл. Если начнется перерыв, вы начнете гулять по аудитории, в какой-то момент зайдет директор всего этого изменения и закричит на вас. Что вы тут делаете? Вы каждый, как вкопанный, остановитесь в разных местах. По сути, каждый из вас останется структурной единицей, тем же тетрайдом, там, CO4. Однако вы будете в абсолютно непонятном, непонятном, несориентированном, без отсутствия дальнего порядка. И вот, по сути, и есть сравнение, да, вы станете стеклом, как на этом слайде. Окей, в чем же, еще раз, как же это описывается с научной точки зрения? Как я говорил, еще Ломоносов занимался стеклом и пытался с научной точки зрения объяснять, как это все работает. Но вот только в 20 веке, в 30-х годах была предложена теория, которая именно описывает структуру стекла с точки зрения того, чем она отличается от материалов кристаллических. И вот, если я не ошибаюсь, норвежский ученый Вильям Захариасон, он предложил такую теорию непрерывной неправильной сетки. По сути, то, о чем мы сейчас с вами говорили, то, что мы видели на видео. Да, это вот эти вот ребята, которые разбежались по аудитории и внезапно замерли в разных местах. Как вы видите, что стекло, что кристалл того же СО2, да, обычного оксида кремния. Мы в самом конце лекции, кстати, к нему вернемся. Вот, запомните мои слова. Это самое простое стекло, да, оксид кремния. Кварцевое стекло, которое может быть и кристаллом. Они все состоят из таких вот тетраэдов. Кремний, окруженный четырьмя кислородами. Так вот, Захариасон предположил, что структура его состоит из вот такой вот неоднородной сетки. Однако, никакого подтверждения этого не было. Реального, чтобы вот можно было, как мы хотим рассмотреть, не знаю, жука. Мы что делаем? Берем жука, берем микроскоп, кладем жука в микроскоп и рассматриваем. И, в принципе, такой прямой метод сейчас ко всему применим. Но, однако, вот, чтобы удостовериться, что стекло действительно вот так вот состоит, из структур, иных единиц соединенных, такого не было. И лишь недавно, в 2012 году была опубликована статья, в которой ученым удалось так сделать, так задизайнить эксперимент свой, в котором они смогли реально с помощью микроскопа супермощного, по технологии, которая здесь, ну, ссылка приведена, просвечивающей микроскопии очень широкого, высокого разрешения, удалось сфотографировать, сделать снимок структуры стекла, опять же, кварцевого, да, и сравнение со структурой просто кристаллического оксида кремния. И действительно, мы увидели впервые воочию с разрешением, чтобы вы понимали масштаб, то есть на вот этих вот белых полосочках здесь масштаб всего лишь полнанометра. То есть каждый узел этой фотографии является, по сути, атомом кремния, окруженным атомами кислорода. То есть это супервысокоразрешающая картинка, и мы увидели, что действительно структура такая же, как почти век назад предсказывал ученый Захариасен. И это для меня лично кажется очень важным таким, такой вехой, которая нам говорит, что человечество, ну, то есть, знаете, мы все говорим, что мы развиваемся, мы все классно делаем, делаем жизнь лучше, но когда мы действительно видим, в принципе, относительно недавнюю теорию и реальное прижизненное подтверждение этой теории, то действительно видно, что наука очень круто идет вперед. Сейчас я расскажу, зачем вообще все это нужно. Ну, можно показать один график, у нас же научная, популярная лекция, вот чтобы она была больше научной, и нужно, конечно, знать, что особенность стекла в силу того, что я рассказывал, что его резко переохлаждают, еще в частности в том, что оно по объему больше, чем кристаллический материал. Это связано с тем, что если вы, например, в коробочку будете складывать ваши тетрадки, один к одному, ровненько все, да, у вас, в принципе, много зайдет в одну и ту же коробку. Так упакован кристалл плотненько, все четко, ровно. Если же мы начнем накидывать, набрасывать все, как попало в эту коробку, то и объема, собственно, в тот же объем зайдет меньше. Поэтому стекла занимает больше объем. И хочу, чтобы наши зрители запомнили, что у стекла нет понятия плавления, точки плавления. Вот это очень важно. Когда мы говорим, что мы можем что-то расплавить, наверняка вы слышали, что-то там стекло расплавилось. Стекло не может физически расплавиться, потому что, чтобы что-то расплавилось, у него должна быть точка плавления. То есть у пластика там какого-нибудь, да, можно... Кстати, пластик тоже разный бывает. Бывает пластик в морфном состоянии. Металл яркий пример или какой-нибудь кристалл, который тоже можно расплавить. Довести его до точки, чик, после которой он переходит в расплав. У стекла есть интервал, то есть можно его догреть до определенной температуры, после которого он начинает постепенно размягчаться. Потом, после какой-то температуры, размягчение приводит к тому, что материал переходит в вязкое состояние. И изменяется по характеристике вязкости уже расплава. Вот. Про таблицу. Это моя любимая вещь. 2019 год, юбилейный чего, как думаете? Да, побери таблицу Менделеева. 150 лет в этом году, с момента, как Дмитрий Иванович Менделеев сформулировал периодический закон, который уже лег в основу создания таблицы Менделеева. И почему здесь этот слайд? Потому что стекло, по сути, класс материал, как стекол, единственный в мире, который может в себе содержать различные почти все элементы таблицы Менделеева. За исключением, конечно, каких-нибудь инертных газов или элементов, которые открываются все чаще и чаще, но живут они доли секунд, а то это какие-нибудь наносекунды. Я имею в виду реальные элементы, которые можно отвесить на весах, положить в шехту, замешать. Почти все можно использовать, и поэтому стекол огромнейшее количество. Мы о них просто зачастую не знаем. Стекла можно также делить по их типу. Самые известные, конечно же, очень сильно известные органические стекла. Это просто полимеры, которые используются для различных применений. Менее известные нам это металлические, элементарные и так далее, и так далее. Но токсидные стекла – это наша любовь, потому что они окружают нас всю жизнь. Это все те стекла, которыми мы пользуемся, начиная от бутылочек, окон в автомобилях и в домах, и заканчивая абсолютно сумасшедшими применениями, которых, опять же, я расскажу, не слишком вас утомляя. Я надеюсь. Мы же тут все добровольно собрались. Так вот, главная вещь, когда мы говорим про материаловедение, про material science, и стекло является таким очень классным его показателем, примером, что всегда работает парадигма состав, структура, свойства. И вот именно здесь мы видим, что, меняя состав, вводя разные содержания тех или иных химических компонентов, химических соединений в исходный состав, мы можем изменять структуру материала и радикальным образом изменять его свойства. Окей, давайте от слов, так сказать, к делу. Что это такое? Как думаете? Ну, похоже на стопочку, да? Какой? На две разные стопочки похоже. На самом деле они в масштабе побольше, то есть это не рюмка, это называется кубок ликурга. Очень такая попсовая уже вещь, потому что, если вбить кубок ликурга, будет куча-куча-куча разных публикаций на эту тему. В чем его фишка? Во-первых, она красивая. Ну, что ж, все любят, чтобы было красиво. Кубок ликурга, это, вообще говоря, вот такая вещь. Он выглядит вот так. Так, если мы придем в музей и будем на него смотреть, а он в британском музее сейчас выставлен, мы увидим вот такую вот вещь. Однако, если внутри него включить фонарик, он станет вот таким. Магия? Да, говорили раньше люди. Сейчас тоже некоторые так говорят, но больше склоняются к тому, что это наука. Тем более, что есть такие вещи, как, например, просвечивающая электронная микроскопия, которая зачастую снимает вопросы магического характера. Вот здесь гифка, на которой медленно, но верно видно, что при включении света внутри этого кубка у нас начинается, он становится красным, а так в отраженном свете он такой зелененький. Оказалось, что в составе этого стекла, во-первых, стекло, да, в составе стекла этого кубка находятся гибридные наночастицы золота и серебра. То есть вот здесь вот видна одна такая частичка. Это на самом деле частица золота, наночастица золота, покрыта слоем серебра. Поэтому, кстати, она имеет такую необычную форму. И было показано, что наличие таких частиц в составе стекла приводит к таким вот интересным оптическим свойствам. И, по сути, можно сказать, что стекло это был первым наноматериалом в мире, созданным человеком, пусть, как сказать, не по нанотехнологии, потому что все-таки технология подразумевает разумное введение чего-то, а, возможно, получилось так случайно, мы не знаем. Но, тем не менее, можно сказать, что это первый нано-композиционный материал, если быть точным. То есть он состоит из матрицы стеклянной и распределенной в ней наночастицах золота и серебра. И более того, я, кстати, на своей диссертации тоже занимался этими стеклами, но немножечко в других применениях, больше связанных с фотоникой. Но тогда был тренд такой флешмоб. Всегда хотел сказать выражение, как говорите «вы молодежь». Вот скажу, ну, правда, я могу тоже чуть-чуть себя причислять. Так вот, был такой тренд приписать к названию своего диссертации «Гарри Поттер и». Вот у меня получилось «Гарри Поттер и фосфатные стекла, активированные наночастицами металлов» и так далее. И вообще, даже забавно взять любое название вашего диплома или какой-нибудь работы и приписать «Гарри Поттер» получается весьма смешно. Не всегда, конечно, как в этом случае, но иногда может быть смешно. Окей, давайте к другим забавным и необычным применениям, влияниям состава стекла на его свойства. Стекло с ураном, да? Казалось бы, ну неужели вам нечего делать, люди? Зачем делать стекло с ураном? У него есть намного более интересные применения, но тем не менее это супер распространенная вещь начала 20 века. Хотите быть модным? Хотите, чтобы когда к вам в гости приезжают люди, вы их удивили? Купите целый набор посуды с ураном. Все гости будут светиться от счастья. Так бы могла звучать реклама урановой посуды стеклянной, но, наверное, такого не было. Но, тем не менее, урановое стекло имело место быть. И до сих пор, если вы покопаетесь, вот в Советском Союзе тоже было производство вначале, такие вот пуговички делались. То есть, очень любили люди такие пуговички. Под ультрафиолетом они светятся очень красивым зеленым цветом. Реально какого-то физического применения другого не было. То есть, это реально просто пример, что это красиво, мы хотим, чтобы было так. И все. Вот еще один пример того, чтобы красиво и хотим, чтобы... Что это такое? Это картинка какая-то. Не буду вас много мучить. Это кристаллы Сваровские. А вот тут уже... Это не реклама, это чисто, знаете, пример срыва покровов. Не все знают, что кристаллы Сваровские, если они называются кристаллами, то они кристаллы. Да? Хотя, казалось бы, мы же люди доверчивые. На самом деле, кристаллы Сваровские — это стекла. Только если бы это звучало стекла Сваровские, как-то уже процентов на 70 дешевле звучит. Что-то не тянет. На самом деле, это стекла, так называемые хрустальные. По сути, это стекло. Обычно это силикатные стекла на основе оксида кремния. В которых содержат очень большое количество свинца. Ну, точнее, оксида свинца. Они довольно тяжелые. И самое главное, что они обладают из-за этого очень высоким показателем преломления. А, по сути, красиво переливаются, блестят на солнце. И сейчас активно стараются прекратить так делать, те же Сваровские. Потому что, как вы знаете, свинец — не самое полезное соединение. Конечно, он не такой, как уран. Но тоже не очень. И ученые, технологи активно переходят на разработку новых типов стекол. В частности, у нас на кафедре в РХТУ также работают мои коллеги над созданием стекол. Высокопреломляющих, содержащих другие элементы. В частности, там, оксид лантана. Который абсолютно более экологичный. Окей, давайте теперь разберемся с тем. Перейдем уже к такой более систематической части. Разберемся с тем, как производятся стекла. Раз уж мы вообще начали говорить о стеклах, почему бы не понять, как они делаются? Я считаю, что без этого нет смысла дальше жить вообще. Ну, вы видите, стекла нужно варить. Это главный девиз любого технолога, ученого, стекольщика, так или иначе, связанного с синтезами материалов. То есть, мы так и говорим. Нужно варить, происходит варка. Что происходит в реале? Сначала, это похоже на производство какого-нибудь супа. Сначала нужно сырьевые компоненты собрать. Мы берем оксид кремния, соду, доломит, какой-нибудь мел. Ну, то есть, то, что нам нужно. Золото, да, сыпем. Все вместе смешиваем и получаем шехту. Это такая смесь сырьевых материалов. И дальше их загружаем в печи. Печи бывают разные, только не черные и белые краски, а печи бывают маленькие, большие, огромные, абсолютно различные. И в них очень высокие температуры. Начиная там от 1200-1300 до, может быть, 1700 градусов Цельсия. И различные-различные методы производства. Я тезисно вам покажу два таких стандартных метода. Потому что я уверен, что, наверное, не все знают, например, как производится наше обычное листовое стекло, которое окружает нас, по сути, повсюду, каждый день. И очень строители, современные архитекторы любят его использовать. Как же это работает? Этот процесс называется таким красивым словом флуат-метод выработки. Флуат, сейчас скажем, в чем суть пока, то, о чем я говорил. Это печь стекловаренная. Представляет собой, по сути, такой дом. Длиной, не знаю, может достигать высотой где-то метров 20 или больше. И длиной от 100 и до километров вся линия может занимать. В этих печах, в этих, по сути, домиках плавятся кристаллические материалы и образуется расплав, который потом вытекает на расплавленное олово. И вот тут отсюда этот процесс, который называется флуат. То есть он как бы левитирует расплав на олове из-за того, что у них разная плотность. Наш расплав как бы катится, летит на этом олове и дальше постепенно остывает и превращается в стекло. Ну вот здесь на видео все это параллельно показано, просто здесь дальше идут разные уже технологические процессы резки, мойки, раскройки и так далее. Это уже, наверное, не так интересно, потому что дальше уже, конечно, стеклом делают различные вещи в зависимости от необходимости для строительства или для автомобилестроения и так далее. Но смысл в том, что вот таких, и вот что я хочу отметить, такие печи работают непрерывно, то есть это не то, чтобы сегодня обед, да, эти печи, эти заводы работают непрерывно в течение 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году, в течение не одного, двух, а минимум 7, 8, 10 лет, потому что нельзя просто взять и выключить печь. То же самое, вот это вот мы со студентами ездили на производство стеклянных бутылок, тоже как бы привычная нам вещь. Вот что происходит, сверху капает капля стекла, точнее стекломассы, она падает сначала в черновую форму, и вы видели там, давайте еще раз запустим, если у нас получится. Сверху капает такая желтая капелька с периодичностью и падает вот в такую вот металлическую форму. По сути, из нее образуется зародыш бутылочки, видите, такая маленькая, такая вот еще не родившаяся бутылка. То есть капля стекломассы капнула, туда форма ее закрыла, туда впрыснулось немножечко воздуха, и получилась пулька, или по-другому зародыш бутылки. И затем этот зародыш нужно превратить в бутылку. Что происходит? Это то же самое, только с другой стороны, один и тот же автомат. Пулька передается в такую же форму, только уже называемую чистовую, и туда опять вдувается воздух. И наш зародыш в бутылочке превращается в бутылку уже красивую, большую, полноценную, готовую к жизни и готовую радовать нас. Так вот, такие заводы, что тарные, что листовые, работают непрерывно в течение многих лет, потому что один, единожды запустив такую огромную печь стекловаренную, ее нельзя остановить по ряду причин. И я считаю, что мы зачастую не задумываемся о том, когда мы говорим о химии, мы зачастую забываем про химическую технологию. Насколько она сложна, химическую технологию, которая производит обычные вещи, окружающие нас. То есть из-за того, что они такие простые и обычные, мы зачастую не задумываемся, насколько все-таки это сложно. И насколько должны быть точно отлажены процессы, и непрерывно должны работать такие предприятия. Окей, на этом я хочу немножечко отойти от таких вещей стандартных и приземленных и рассказать о том, какие бывают материалы на основе стекла более наукоемкие. То есть о применениях начнем коротко с биостекол. Это уже звучит немножечко странно. Вы как-нибудь слышали, что такое биостекла? Скорее нет, чем да. То есть, наверное, это стекла для биологии или стекла из биологических субъектов каких-то. На самом деле это и то, и то отчасти правда. То есть, как я говорил, опять же, мы возвращаемся к нашему году таблицы Менделеева и к таблице Менделеева, что стекла можно сделать абсолютно из разных химических элементов. И если мы соберем любимые нашим организмом элементы, из которых мы сами по сути состоим, кремний, фосфор, кальций и так далее, из них тоже можно сделать стекла и использовать их для, вообще говоря, полезных нам применений. Например, для восстановления костей, заживления ран. Более того, продаются даже зубные пасты, содержащие стекло. И они, это не шутки производителей, действительно, они содержат специальные шарики, такие вот стеклянные гранулы из, понятное дело, не оконного, да, а специального биостекла с содержанием фтора. Потому что нашей эмали нужно обязательно, чтобы там ионы фтора находились, для того, чтобы она была классная и сильная, а не как обычно бывает. Вот, и применение такой зубной пасты зачастую повышает качество эмали и помогает ей восстанавливаться. Одно из вещей, о которых я сейчас более подробно расскажу, это то, что обычно, ну, я первый раз когда столкнулся, пришел к Аверхиту, и мы начали этим заниматься в спирантуре, меня очень сильно поразило. Это стекло, которое лечит рак, так если абстрактно сказать, да, потому что мы все знаем, что, по сути, есть не так много методов лечения рака. Ну, это либо хирургия, да, непосредственно оперативное вмешательство, либо химиотерапия, то есть лечение различными химическими препаратами, либо лучевая терапия или радиотерапия, когда пациент подвергается облучению всего органа, и мы не можем, на самом деле, выделить какую-то часть, да, и для того, чтобы, ну, по всему миру активно ведутся учеными и активно уже применяются так называемые способы адресной доставки радиации, когда все мы хотим не просто, да, выпить таблеточку от головы, а мы в идеале хотим, чтобы, если человек заболел, к примеру, раком, он бы выпил какую-нибудь таблетку, эта таблетка бы не просто где-то растворилась бы в желудке и, возможно, бы подействовала позитивно, а чтобы она подъехала непосредственно к очагу заболевания, оттуда высадился бы некий спецназ в лице каких-то активных агентов и уничтожили бы раковые клетки. Одним из методов таких является радиоэмболизация. По сути, это слово, такое сложное и красивое, состоит из двух, это радио и эмболизация. Логично. Эмболизация – это, по сути, закупорка или перекрывание сосудов, а радио здесь пронизывает именно момент с излучением, как лучевая терапия. То есть некая лучевая терапия, которая позволяет еще и перекрывать доступ к крови. В чем суть? Есть какая-то опухоль, к ней она постоянно должна питаться кровью активно, чтобы развиваться. Соответственно, мы ставим блокпост некий, мы закрываем доступ к крови, берем в осаду эту опухоль и начинаем ее чем-то обстреливать. Соответственно, обстреливаться она должна радиацией, проще говоря. Для этого должны быть какие-то источники радиации. И источниками радиации являются, опять же, химические элементы из нашей любимой таблицы Менделеева. Только они должны быть в виде радиоактивных изотопов. Ну, я думаю, вы слышали о изотопах. И одним из классных с точки зрения врачей изотопов является изотоп элемента И3, именно И3-90. В обычном состоянии И3, это изотоп И3-89, и он добрый, вполне такой элемент, он ничего никому плохого не делает. Но если его активировать, то И3-89 переходит в изотоп И3-90, и он здесь уже начинает быть похожим на Халка. То есть он становится радиоактивным, но на недолгое время. А потом становится снова безобидным. Так вот, врачи говорят, что параметры этого изотопа И3-90 очень удобные, с точки зрения того, что время его полураспада небольшое, а эффективность довольно высока. И можно его использовать для облучения раковых клеток. Но, как вы понимаете, какой бы он классный ни был, нельзя просто взять и ввести И3-ардиоактивный в организм. Нужно его как-то упаковать. Ну, как вы думаете, как его упаковать? Варианты? Может быть, в стекле подумали вы? Конечно, да. Конечно, в стекле. Подумали так не только мы, да, а еще ученые до нас. И подумали, да, и стекло же. Вон таблица Менделеева, стекло. Объединили это и вспомнили о том, что практически из любого, опять же, да, из элемента можно сделать стекло. Взяли оксид И3, добавили туда два стабилизирующих, ну, стеклообразователь, модификатор, оксид кремния, любимый нами, и оксид алюминия. И сварили абсолютно инертное стекло химическое. И3 алюмосиликатное. Оно в И3, там, в обычном виде Шрека, да, в И3-89. И сделали из него, да, оно химически стойкое, то есть оно никак не реагирует с организмом изнутри, ничего оттуда не выделяется, то есть оно полностью инертное. И сделали из него шарики из стекла. То есть из стекла тоже можно все, что угодно делать. Для начала сделали порошок, это уже наши фотографии реальные из лаборатории. Порошок стекла определенного размера 20-30-40 микрон. И под пламенем плазмы, если так можно сказать, его, по сути, оплавили. И этот порошок превращается вот в такие шарики диаметром меньше человеческого волоса. Если вы когда-нибудь разглядывали человеческий волос, например, я нет, выглядит он вот так вот. И вот эти шарики, они, скажем так, поменьше него. Для чего это нужно? Это нужно для того, что такие шарики, потому что в них содержится наш И3. И если этот И3, даже несмотря на то, что он в стекле, сами эти шарики облучить, И3 в них перейдет в нужный нам И3-90. И дальше врачи могут сделать операцию. Если мы говорим о раке печени, а в первую очередь этот метод заточен под рак печени, то можно взять катетер, трубку, провести ее до определенного места, подвести и запустить туда эмульсию с этими шариками уже активированными. И эти шарики с током крови потекут. И в какой-то момент, помните, да, у нас радиоэмболизация. В какой-то момент они застрянут из-за своих размеров. Но застрянут они в самый, так сказать, последний момент, где-то уже близко-близко к опуху, или где совсем тонкие сосуды. Они там застрянут, но в то же время они непрерывно, они являются такими маленькими Wi-Fi-точками, которые раздают радиацию. Они непрерывно начинают ее излучать-излучать, и в конце концов это приводит к тому, что опухоль отмирает. Конечно, такой тип терапии является, есть такое понятие, палеотивный. То есть он применяется вместе с другими какими-то методами, чтобы с одной стороны повысить выжимаемость пациентов, с другой стороны снизить дозу, например, той же химиотерапии. И при этом, так как он не нужно лежать в больнице, то есть человек может прийти, ему с утра, условно говоря, введут это, он полежит день и уже вечером уедет домой. То есть это малоинвазивный процесс. Во всем мире он применяется. В России сейчас идут некие тектонические сдвиги в этом направлении, потому что на самом деле он не совсем дешевый. Но я надеюсь, что все будет позитивно. И тоже нашим согражданам будет доступен такой метод лечения. Перейдем немножечко к другим необычным применениям стекла. Мне очень нравятся вот эти вот фотографии, потому что все стекло, которые здесь, точнее, все материалы, которые здесь есть, мне кажется, максимально похожи на что угодно, но не на стекло. Сверху это, например, строящийся парк «Зарядье», в котором активно использовалось пено-стекло. По сути, пено-стекло — это отличный теплоизоляционный материал, который представляет собой, если на него со стороны посмотреть, такую вот губку темного цвета. Абсолютно не похож на стекло, но исходя из своего состава, исходя из его способа получения, тоже является стеклом. И сейчас активно применяется, потому что он по своим показателям превышает намного какие-то другие материалы, которые в этой области используются. Стеклоткань. Как звучит из названия, это ткань из стекла. То есть, опять же, из стекла можно сделать нити. Если можно сделать нити, то, наверное, можно сшить себе что-нибудь. Делают из стеклоткани различные изделия. В чем его суть, смысл, как думаете? Кроме того, чтобы прийти и сказать, это у меня новый пиджак из стеклоткани. Кстати, наверное, надо себе такое заказать. В общем, стекло, помните, да, оно при высоких температурах готовится, производится, а значит, что и высокие температуры оно может выдерживать до разрушения. Соответственно, стеклоткань, например, не горит от зажигалки. Если взять зажигалку и попробовать ее поджечь, можно делать негорючие, например, занавески, или еще что-то такое, защищая от пожара хотя бы, например, внутреннее помещение. И это активно пользуется. Жидкое стекло. Название сразу все рассказывает. Это стекло, которое жидкое. По сути, это силикатный клей. Наверное, такое название кто-то слышал. Это реально клей. И это реально стекло, которое находится в растворе воды. Все очень просто достаточно. Это такое натрий-силикатное стекло. И по своим свойствам оно очень классное тем, что быстро застывает. И тем самым склеивает между собой, склеивает какие-то материалы, которые мы хотим, чтобы были соединены. И опять же, так как это стекло, а не обычный клей ПВА, чем он отличается? ПВА выгорит при температуре, а жидкое стекло или силикатный клей, он будет устойчив до нескольких сот градусов. То есть можно склеивать какие-то вещи, которые требуют температурного воздействия. Выдерживания температурного воздействия. Здесь написано микрошарики светоотражающие. Это с шариками мы сейчас познакомились, которые лечат рак. А это шарики, которые, вообще говоря, помогают нам ночью ездить. И это тоже стекло. По сути, примерно по похожему принципу они производятся, только они больше намного по размеру. И вся разметка. Представляете, что вы едете в автомобиле ночью где-нибудь по МКАДу или за городом, как раз таки, где нет освещения. Но вы видите, что разметка, особенно свежая, новенькая, она как будто светится. Это не потому, что краска такая классная, а потому, что в краску, в белую, действительно добавляют стекло. То есть это краска со стеклом. И в этой краске, значит, есть большое количество таких стеклянных микрошариков, и они просто рассеивают свет. Поэтому нам кажется, что разметка светится. На самом деле, таким образом стекло нам помогает жить. Про еще одну необычную вещь. Это кирпич из стекла. Ну, точнее, если так точно, кирпич со стеклом. Это разработка моей коллеги, тоже с кафедры стекла РХТУ. Она вместе со своими коллегами разработала материал безобжиговый, который можно использовать для строительства. То есть он содержит, по сути, песок, жидкое стекло в качестве связующего, о котором мы говорили, и доменный шлак. То есть отход производства тоже, по сути, остеклованные отходы. Все это прессуется в такие кубики или в кирпичи, и дальше склеивается за счет жидкого стекла, и его даже не нужно обжигать. То есть все кирпичи, из которых сделано это помещение или многое другое, они, чтобы стать кирпичами, проходят стадию обжига. Это очень энергозатратно, это относительно дорого, и зачастую это сложно как раз-таки для труднодоступных районов. Сейчас нам нужно, например, развивать Арктику активно. Там нужно, наверное, что-то строить, чтобы люди там где-то жили. И вот такой материал был бы очень перспективным и классным для этих целей, потому что его можно было бы производить прямо на месте. Если найти подходящие, транспортировать, например, туда отходы, или же из ближайших районов, это намного было бы эффективнее, чем строить там завод и каким-то образом искать газ или что-то, чтобы там обжигать кирпичи и так далее. Если уж мы заговорили про нашу кафедру, любимую кафедру стекла Менделеевского университета, я вам, естественно, покажу вообще, как мы там работаем, что мы там делаем. Как вы думаете, что мы там делаем? Да, мы любим варить стекло, действительно. Делаем мы это, конечно, не просто так, для развлечения, а для того, чтобы решать какие-то научные задачи, в частности, частично о которых я рассказал, частично о которых я еще, возможно, расскажу в дальнейшем. И делаем мы это в различных лабораторных и не только печах. Все это вот фотографии нашего, нашей архитушных лабораторий. Есть печи побольше. Есть печи еще больше. То есть все это находится у нас. И студенты, аспиранты принимают активное участие в работе. Здесь, например, мы разрабатывали светофильтры специальные. Такое вот красивое зеленое стекло. Оно даже называется не зеленое, а синезеленое. Синезеленое стекло, которое убирает определенную область спектра. И для оптических приборов иногда нужно, чтобы, например, какая-то область длин волн вырезалась, и мы бы видели только что-то другое. Другую область. Есть у нас даже печи с платиновым тиглем. Вот это довольно невзрачная штучка. Вообще непонятно, да, что это такое. На самом деле вот такого размера ведро из чистой платины. Это очень дорогая вещь, которая досталась нам в наследство еще, по сути, от основателя кафедры. Мы смогли превратить это в тигель, в котором можно варить лазерное стекло. И вот оно в руках моего коллеги. Что это такое? А то, может быть, чуть запутались. Это тоже стекло, которое содержит в своем составе, опять же, в составе дела, содержит другой редкоземельный элемент. В частности, неодим. И лазерные стекла используются для того, чтобы создавать вот такие вот лазерные элементы, активные лазерные элементы, из которых уже делаются лазеры. То есть многие лазеры на самом деле тоже делаются из стекла. Ну, с использованием стекла. Где вы в последний раз встречались с лазером? Как думаете? В пятерочке. В магазине были где-нибудь? Пип-пип-пакет будете? Да, но там немножечко другие лазеры. Там они совсем слабенькие и для других целей. И абсолютно не из стекла, а обычно из каких-то диодов. А когда нужны мощные лазеры для определенного диапазона, в частности, ближнего ИК, то стекло без стекла никуда не деться. И вот, в частности, мы разрабатывали лазерные стекла с неодимом или с эрбием. Это другой редкоземельный элемент, который может быть использован для создания стекол для создания лазеров, работающих в диапазоне, так называемом, безопасном для глаз. То есть, если вот этой указкой вы его видите, да, это красный цвет, видите? Вот, на мне, на Дмитрия Ивановича тоже. Это видимый диапазон. Но бывают диапазоны разные, и вот инфракрасный диапазон мы уже не видим глазами. Однако, если мы его не видим, не значит, что мы его не почувствуем. И зачастую, если какой-нибудь тот же вот неодимовый лазер сфокусировать человеку в глаз, то больше мы ничего и не увидим, к сожалению. А есть диапазоны, которые, которые вот излучают ионы эрбиа, которые для глаз безопасны. И, например, автомобили. Мы сейчас все хотим, чтобы, да, у нас были автомобили, которые сами по себе ездят, чтобы они видели, что происходит. Но для этого они должны, чтобы они видели, что происходит, они должны иметь лидары вокруг себя. Это как радары, только лазерные. Вот зачастую такие лидары разрабатываются с использованием лазеров на эрби, а для того, чтобы сделать лазеры на эрби, нужно сделать стекло на эрби. Поэтому, опять же, даже машины, которые мы хотим, чтобы ездили сами по себе, без стекла не справятся. Тоже, мои коллеги, очень классная вещь, которой мы занимались. Вопрос о том, зачем нам нужно стекло. Помните? Мы же все отвечаем на каждом слайде на этот вопрос. Это лента. Вот она. И вот тут она вытягивается. Лента для защиты солнечных батарей от различных воздействий, которые могут быть в космосе на него оказаны. То есть, какие-то частицы, какой-то мусор космический. Там сама панель солнечной батареи очень чуткая ко всему. Вот нужно было разработать тонкую стеклянную ленту, которая, с одной стороны, не мешала бы стеклу, не мешала бы солнечной панели генерировать то, что ему нужно, да, то есть переводить излучение в, в частности, там, в энергию. Но в то же время защищала. И мы разработали, наши коллеги, такую вот тонкую ленту. И впоследствии мы вообще задумались, а что мы еще можем такого классного сделать для человечества? Какие проблемы глобальные решает стекло? Или создает? Есть какая-нибудь проблема, которая вам стекло создает? Как вы думаете? Нет? Ну вот у меня, например, есть. И оно связано с телефоном. Когда-нибудь ломали, ломался у вас экран телефона? Нет? У меня три раза ломался. Может быть, я просто очень неуклюжий, или я люблю, не так люблю стекло? Но, тем не менее, это большая проблема вообще. Да, у нас сейчас телефоны, которые стоят, я не знаю, там, под 100 тысяч рублей, а мы каждый раз боимся неловкого движения, что каждый раз уронили и проверяем. Все на месте, все, ничего не сломалось. Потому что это действительно маленький инфаркт. Каждый раз, когда падает какой-нибудь дорогой телефон или планшет, и это глупо. То есть у нас тут машины Элон Маск в космос запускает, а телефон сделать мы не можем, чтобы он не разбивался. Мы решили разобраться, в чем же дело. Все, большинство этих стекол, которые защищают наши телефоны, они называются Gorilla Glass. Ну, это такое, уже вообще это как бы трейдмарк, но оно пошло в народ уже, какое-нибудь нарицательное. И, по сути, это ионно упрочненное стекло. Ну, оно должно защищать наши телефоны, но не всегда так работает. Давайте разберемся быстренько, как вообще у нас... Есть же время, да, еще немножечко. Как вообще стекло делают прочным? Его упрочняют. Есть несколько методов. Есть закалка, закаленное стекло. Это мы берем стекло обычное, нагреваем, резко охлаждаем. Вот сравнение. Это так выглядит сломанное незакаленное стекло, а так закаленное. Разница в чем? Если мы разобьем незакаленное стекло, оно разломается на большие какие-то куски острые, которыми можно порезаться, а закаленное, оно, во-первых, прочнее, его сложнее разбить, из-за того, что, опять же, сейчас пройдемся, там много напряжений на поверхности. А во-вторых, оно разбивается на большое количество маленьких безвредных кусочков. И вот, например, в автомобилях все боковые стекла, если вы как-нибудь в фильмах видели, как там кто-нибудь угоняет автомобиль, разбивает локтем боковое стекло, и все рассыпается на такое большое количество кусочков. И вот он спокойно залезает в машину и едет. Так вот, это закаленные стекла. А другой тип стекол, это триплекс. Это, по сути, бутерброд или сэндвич из двух или трех или пяти закаленных стекол, между которыми полимерная пленка. Они, этот сэндвич, ну мы же любим подогретые сэндвичи, да? Его нагревают, пленка плавится, и стекло друг к другу, скажем так, приклеивается. И такие стекла в автомобилях, в фильмах, когда чувак разбил стекло, сел и угнал, а в него начали стрелять, вы уже видели в лобовом стекле, происходят какие-то вот такие вещи. То есть, суть триплекса в том, что оно никуда там, ни на какие кусочки не разбивается, из-за того, что пленка, да? Если представим, что стекла — это хлебушек, то колбаска посередине держит эти стекла, они никуда не разлетаются, и мы, такие стекла в промышленности используются, даже как прозрачная броня на каких-нибудь вертолетах и так далее. И суть всего вот этого упрочнения, поверхностного упрочнения стекла, как его делать прочно, очень хорошо показывают вот такие вот капельки красивые. Называются еще красивее, капля принца Руперта, или же там ватавские слезки их еще называют. Давайте сначала посмотрим, как они делаются, потом я расскажу. Значит, каждый, по сути, может дома, если у вас есть горелка, стекло и стакан с холодной водой, сделать себе каплю принца Руперта. Для этого нужно нагреть стекло так, чтобы оно превратилось в капельку и капнуло в воду. То есть, что происходит? Мы получаем вот такие вот капли, но помимо того, что они красивые и классненькие, они становятся очень прочными. Прямо прочными такими, что по ним можно молотком бить. Ну и, честно говоря, мы тоже пробовали. У меня есть коллега, он намного побольше, чем я, и он брал молоток, стучал по таким капелькам. Ничего, мы реально хотели разбить, не получается. Чувство, знаете, как будто ты бьешь, а тебя отбрасывает назад. То есть, на самом деле, такие интересные ощущения. Но, если взять такую капельку, и буквально можно даже рукой это просто в перчатках надломить, мгновенно вся эта капля взрывается миллиардами кусочков. Даже при такой замедленной съемке видно, как быстро они разлетаются. То есть, вся та энергия, которая сосредоточена в этой капле, она мгновенно высвобождается и разрывает эту каплю. В чем смысл? Смысл в том, что, когда мы горячее наше расплавленное стекло капаем в холодную воду, что происходит? Оно резко переохлаждается. Но переохлаждение происходит неравномерно. То есть, понятное дело, что поверхность, она соприкасается с холодной водой, и поверхность этой капли, она быстро охлаждается, а внутренняя часть еще горячая. Ну, если мы посмотрим на временном масштабе в несколькие доли секунд. Тем не менее, то времени хватает, чтобы горячая часть хотела бы, так сказать, расширяться, а холодная сужаться. И тем самым на поверхности у нас возникают напряжения. И эти напряжения как раз и приводят к тому, что прочность на много порядков возрастает. Потому что, если взять обычную, такую капельку, полученную обычным методом, там, вылить расплав, отжечь его, то один раз ударишь, оно разлетится спокойненько. А такое вот напряженное стекло, оно благодаря вот этим свойствам сжатия и растяжения на поверхности, оно дает очень сильное упрочнение поверхности. Окей. А в Gorilla Glass, понятное дело, что капельки и триплексы не помогут. Используется другой метод, тоже создание напряжения, потому что это метод упрочнения, но химическое. Тоже очень умный такой красивый метод, который был еще придуман на самом деле далеко не при айфонах, а еще в середине 20 века. Для этого нам нужно использовать наше стекло, в котором должны быть ионы, например, натрия. И погружаются они при определенной температуре в расплав соли с ионами, например, калия. Ну, например, натрий в силикатное стекло погружается в расплав нитрата калия, и, как вы видели, ионы натрия выходят из стекла и заменяются на ионы калия. А чем натрий и калий отличаются? Это оба щелочные металлы, в принципе, обладают схожими свойствами, за исключением того, что натрий и калий отличаются по размерам. Да, здесь размер имеет значение. Размер отмыв калия больше, и когда они заходят на место натрия, на его, так сказать, рабочее место, то они начинают, знаете, когда здоровый человек садится в метро, и он как-то подпихивает соседей. Вот то же самое с калием происходит, и у нас получается то, что ионы калия начинают давить на структуру стекла, а те атомы, которые находятся, собственно, дальше от поверхности, они как-то такие, да нет, нам тут не нужно, вы тут не нужны. И получается то, что по-английски называется compression layer, по сути, напряженный слой. Примерно то же самое, что мы увидели с капелькой, только там это возникало за счет разницы температур. Здесь это возникает за счет химического изменения. Опять же, да, мы изменяем все-таки состав, даже пусть в определенном масштабе, и уже меняются свойства химического изменения стекла. Но проблема остается. Это я рассказал о том, как это сейчас работает, но мы же, девиз РХТУ нашего вуза, это университет, устремленный в будущее, мы же устремленный в будущее, поэтому мы пытаемся создавать что-то новое. Как вы знаете, даже самые классные новые телефончики или другие устройства легко разбиваются. И поэтому мы подумали, в чем там может быть проблема, помимо всего прочего. Это проблема низкой твердости. Так или иначе, когда мы покупаем новый телефон, постепенно в нем начинают возникать различные микродефекты, которые впоследствии приводят к тому, что при падении даже на ковер телефон или стекло разобьется. Другим вариантом есть защиты, какой прозрачный материал мы можем использовать. Это сапфир. Вы, наверное, слышали про сапфир, а именно про сапфировые стекла. У каждого, у кого есть телефон, современный более-менее, либо кнопка отпечатка, либо камера, защищены не обычным стеклом, а стеклом сапфировым. Оно отливает вот таким вот синим цветом. И здесь мы снова сталкиваемся с неким обманом таким словесным. Все мы привыкли к словосуществлению сапфировое стекло, а на самом деле это никакое не стекло. Это как раз таки кристалл. Помните, с кристаллами Сваровски было? Наоборот. Вот здесь такая же история. Сапфир – это оксид алюминия, и это самый настоящий кристалл. Но его прозрачный он, но его принято так называть. Сапфировое стекло пошло в народ. И компания Apple, небезызвестная, думаю, вам, она в какой-то момент решила делать телефоны, а сапфир очень твердый, намного тверже стекла, намного прочнее, решила делать телефоны с сапфиром. И не получилось. Они пытались, пытались, но инвестировали кучу денег в завод, который, вообще говоря, обещал им производить такие стекла, сапфировые кристаллы. Но в итоге завод обанкротился, и у компании ничего не получилось, по причине того, что это очень дорого и очень сложно. Чтобы произвести сапфир кристалла, нужно реализовать очень сложную технологию вытяжки и роста кристаллов, в отличие от стекол, когда все делается при меньших температурах и намного больше технологичности производства. Что же мы решили сделать? Мы решили сделать прозрачные сеталы. Ну, не буду сейчас очень сильно вас грузить. Что такое сетал? Мне очень просто нравится эта картинка, потому что она описывает на самом деле принцип того, что такое сетал. Вот вы слышали о таком слове вообще? Ну, теперь да. Говорите, да, сегодня, вот по столько-то времени. Слышал про сетал. Сетал — это стеклокристаллический материал, то есть это стекло с кристаллами. Вот помните, все время я твердил одно и то же, что есть кристаллы, а есть стекла, есть кристаллы, а есть стекла. А вот можно сделать так, что это будет стекло, но внутри в нем, в нано- или микромасштабе, вырастут кристаллики. И тогда этот материал изменит свою структуру и опять же изменит свои свойства. Например, он станет прочнее. И мы на кафедре стекла в Медельевском университете по сути сейчас занимаемся тем, что разрабатываем такие вот сеталы прозрачные. То есть видите, это у меня в руках кусочек прозрачного сетала, но если посмотреть на него опять же в просвечивающий электронный микроскоп, то мы увидим, что внутри в нем в структуре нано-частицы или нано-кристаллы определенной фазы. То есть под действием определенной температуры, определенных технологических процессов, мы получаем по сути с виду обычное стекло, но очень прочное, во много раз прочнее и тверже, главное, чем те же ионноупрочненные горелые глаз. Мы решили провести сравнение и по сути просто поцарапали и то, и другое. Наш сетал и стекло одним и тем же царапающим устройством, если можно так сказать. Называется склеролинтер. И мы получили, что сетал, в отличие от стекла, намного устойчив к царапинам. Это значит, что он в меньшей степени будет подвержен возникновению дефектов на поверхности и в большей степени подвержен действительно защите наших устройств. Мы сейчас заключили договор с компанией LG Chem, которая занимается как раз таки развитием различных технологических проектов в области химии. И как бы двигаемся дальше в этом направлении для того, чтобы реализовался наш стратегический план развития, чтобы ведущие компании, производители мобильных устройств перестали бы мучить гориллу и начали бы работать с нашим менделеевским сеталом. Если у нас есть еще минут пять, я буквально расскажу про немножечко другую историю, конечно же, связанную со стеклом. И на ней, по сути, можно будет закончить. Это будет логично. Все это время я рассказывал о том, зачем нам нужно стекло с точки зрения реально стекла. То есть, что можно из него сделать? Изменить как в нем состав, поменять свойства, чтобы сделать нашу жизнь лучше в различных ее областях, о которых мы думали или раньше, или даже не думали, а сейчас запомнили. Но можно активно, стекла используются в оптике различной. Например, благодаря стеклу у нас есть интернет. Ну вот реально, мы об этом очень часто вообще не задумываемся. То есть, интернет у нас есть благодаря всему. Благодаря тому, что у нас Wi-Fi, благодаря тому, что у нас LTE или еще что-то. Благодаря тому, что у нас телефон есть, модем. Но на самом деле, это все лишь следствие. Это все лишь то, что мы на поверхности видим. А вот на дне, а именно на дне океанов мировых, там, Атлантического, Тихого и так далее, пролегают вот такие вот еще более толстые стеклянные провода, стеклянные кабели, оптиковолоконные. Если вы поищите, например, карту залегания оптиковолоконных кабелей, то вы увидите огромное количество, просто карту мира с огромным количеством различных линий, которые показывают, где лежат эти стеклянные провода, которые несут нам интернет. Несут нам интернет, а значит, несут все больше и больше данных. Мы генерируем все больше и больше различной информации. Если раньше это были какие-то не очень симпатичные, красивые картинки в таком low-качестве, даже не 240p, да, такое что-то low совсем, то сейчас мы любим HD-видео и генерируем все больше данных. Но вот еще больше сейчас по подсчетам к 2020 году, а это, кстати, уже следующий год, будет там порядка 50 зета-байт данных накоплено в мире. И проблема в том, что эти данные все надо где-то хранить. И несмотря на то, что опять же мы в космос запускаем ракеты, и не только ракеты, а автомобили, то не так много у нас способов хранения информации. То есть, опять же, наш главный способ сейчас это в облако залить, там куда-нибудь отправить в мессенджер или еще в какой-нибудь облачный сервис хранения. Но все ведь физически хранится где-то на сервере. То есть, это должно быть либо, не знаю, жесткий диск, ну только не один, а там десятки тысяч жестких дисков, объединенных в массивы, либо CD, DVD диски, стримеры, ленточные накопители. Но все конечно. Ну, все всегда вообще конечно. Но здесь, как вы видите, конец такой. 5, 10, 20, ну максимум 30 лет. И поэтому целая индустрия хранения информации есть, которая занимается тем, что не то, что ее просто хранит, а она ее постоянно-постоянно перезаписывает и перезаписывает. То есть, потому что они не могут быть уверены, что есть такой носитель, на который один раз запишешь информацию, и она там точно будет лежать. Это очень особо актуально для разных музеев, фондов, хранилищ. Таких очень много. У нас очень много документаций, которые, например, надо хранить. И проблема в том, что такого материала пока просто нет. Более того, если что-то случится, пожар, что будет с CD диском? Кто-нибудь поджигал когда-нибудь? Ну, наверное, он загорится, потому что это пластмасса. Если поджечь ленту, то будет то же самое. Если жесткий диск поджечь, его будет проблематично, но вот если на него магнитным полем каким-нибудь повлиять, включить рядом, то тоже от данных мало чего может остаться. И как вы думаете, что является спасением архивного хранения? Да, да, стекло, стекло, тоже стекло. И опять мы возвращаемся к кварцевому стеклу. То есть просто коксиду кремния, с которого начинали нашу лекцию. Лет, не знаю, 7 назад где-то японские ученые предложили способ записи и хранения информации в кварцевом стекле. Для этого нужно было использовать, не буду сейчас сильно грузить вас, использовать очень мощные фемсекундные лазеры. То есть лазеры, которые излучают импульсные импульсы с очень короткой длительностью, там, несколько сот фемтосекунд. Это 10 в минус 15 степени секунды. Ну, представить это сложно, да и не нужно. Потому что у нас, не знаю, в таком времени электроны где-то двигаются. Нам не стоит так глубоко задумываться на этот счет. Смысл в том, что... Почему я акцентирую на это внимание? Потому что такие мощные лазеры позволяют фокусироваться не на объеме материала. Когда мы приходим в магазин и штрих-код считываем у нас, лазер светит на поверхность, считывает все это и все. Если мы приносим и говорим, что сделаете нам гравировку на телефоне или на чем-нибудь, да, у нас на поверхности нашего материала рисуется что-то. Но если использовать мощность более высокую, то можно с высоким разрешением что-то записывать прямо в объеме стекла, да еще и во много слоев. И вот японские ученые показали, что можно просто по аналогии с CD-диском ставить вот такие вот точки, как слоеный пирог в объеме стекла, и записывать данные. 1, 0, есть бит, нет бита. И кварцевое стекло стабильно практически до 1000 градусов, и поэтому оно может выдерживать пожары и большое количество лет хранить записанную информацию. Но мы с нашими коллегами зарубежными пошли дальше и показали, что не просто можно записывать информацию, а записывать ее в 5D, так называемый 5D Optical Memory. Это способ хранения данных, когда мы светим, видите, на этом слайде здесь просто точки, японские исследователи ставили в стекле. А нашими коллегами было показано, что если светить лазерным пучком в стекло, там возникают не просто точки, которые дальше идет немножечко оптики, которые обладают поляризационно-зависимым двухлучепреломлением. Что это значит? Это значит, что если свет проходит через такую точку, он меняет свои параметры. И в эти параметры можно кодировать данные, так если по-простому. И эти точки представляются, опять же, не просто точки, а так называемые nanogratings, нанорешетки с английского. По сути, это такие некие наноструктуры, которые мы лазером создаем в стекле. Сейчас перестану одно и то же повторять и покажу картинку. Вот вы видите, что здесь вроде бы кто-то есть, но что-то непонятно, кто тут конкретно. И тут на самом деле два ученых записаны. Примерно так же, как можно записать в одну точку с использованием нанорешетку, два бита или больше данных. И если смотреть на нее просто, как на единицу, то мы увидим, что у нас просто есть занятые единицы пространства. Однако, если свет, исходящий из этой точки, раскодировать по-разному, то мы будем видеть, что у нас там два портрета. То же самое происходит и с битами данных. То есть ставится одна точка с нанорешеткой, а в нее кодируется три или больше бита. И было показано, что вот эти вот точки с нанорешетками при нагревании, при температуре выдерживают остационные стабильные почти до тысячи градусов. Но это пересчитали на... Никто не будет хранить, да? Как бы у нас обычно в хранилищах где-то градусов 20-30 температура. Ну такая комната. Даже не 30, а 20. Так вот, пересчитали на комнатную температуру и показано, что данные будут храниться в течение 10 в 20 степени лет. Сравнили с возрастом Вселенной, он где-то 13 на 10 в 9. Ну, так скажем, поживем немножечко. То есть все разумные какие-то сроки хранения выдерживаются. Но самое главное, что мы можем хотя бы сказать, что данные будут храниться несколько тысяч лет. Это уже кажется нам абсолютно выходящим за рамки. по-понятному нам. Окей. И вот так выглядит реально наша лаборатория. Видите, мы не только варим стекла, но мы их еще и лазером облучаем в РХТУ. Это реальные тоже фотографии из нашей лаборатории. И так реально выглядит диск из стекла, который, собственно, был разработан нами по вот этой технологии 5D 5D Optical Memory. То есть хранение информации при записи ее в стекло лазером. Завершая то, что я сказал, есть небольшая визуализация того, как это происходит. Еще на ранних этапах наших исследований был сделан такой ролик, который визуализирует то, что я говорил. То есть создается при лазерном воздействии в объеме материала, в объеме стекла. В несколько слоев можно записывать некие точки, которые состоят из нанорешеток, и кодировать туда данные. И эти диски с записанной информацией можно даже в печь класть, мы специально это пробовали, на 1000 градусов, бросать в холодную воду, и ничего с этим стеклом не происходит, потому что оно очень термостойкое. И затем оттуда можно считывать информацию, она сохраняется стабильной, и ничего с ней не происходит опять же. Вот, в принципе, на этом все. Это был... Меня зовут еще раз Георгий Шегельдян, кафедра стекла университета РХТУ, российский химико-филогический университет имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Если вам интересно, подписывайтесь на наши каналы в Инстаграме, или же в Инстаграме наши кафедры и всего университета. Там бывают очень интересные вещи.